Палеонтология Хотя палеонтология и является разделом геологии, так как изучает окаменелости, эта научная дисциплина наиболее близка к биологии, так как изучает окаменелости некогда живых организмов. В палеонтологии позвоночных в целом и амниот в частности, подавляющее большинство находок приходится на окаменелости костей. И на первый взгляд из фасилизированных костей можно извлечь не так уж много информации, пожалуй только анатомическое строение организма животного и какие-то мелочи о его поведении. Но это только на первый взгляд. Приветствую, друзья! Меня зовут Даниил и это канал «Помни о предках палеонтологии». И сегодня у нас второй выпуск рубрики «Ликбез», в котором мне хотелось бы поговорить о костях в палеонтологии и пока ограничится только посткраниальным скелетом выше в четвероногих. Как вы могли заметить, все ролики на канале, касающиеся амниот, так или иначе затрагивают строение костей и вся основная информация получается именно из них. Как же так вышло и кто в этом виноват, сейчас все расскажу. Поехали! Скелет амниот и позвоночных в целом состоит из двух частей головного отдела или скелета черепа и посткраниального скелета, в который входят все остальные кости, кроме головных. О первом будет сделан отдельный выпуск, поэтому сегодня мы поговорим именно о костях вне головы. Посткраниальный скелет подразделяется на отдельные участки. У амниот сюда обычно входят краниально-каудальный осевой скелет или попросту позвоночник, в свою очередь подразделяющийся на шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой разделы. За редким исключением, например, у гоминит, хвостовой отдел сильно редуцирован. Торакс или грудная клетка образуется несколькими парами ребер, крепящимися к позвонкам, и грудной костью или стернумом, которая может быть как хрящевой, так и окостеневшей. У базальных амниот торакс часто плавно переходит в брюшную полость, образуя брюшные ребра. Между шейным и грудным отделами позвоночника, а также черепом и грудной клеткой, амниоты имеют грудной или плечевой пояс. Как правило, но не без исключений, состоящий из ключиц, межключицы, лопаток и каракоида. У некоторых амниот может быть полностью редуцирован. К плечевому поясу крепятся передние конечности, также не без исключений присутствующие у всех амниот. Как правило, в скелет передних конечностей входит плечевая, локтевая и лучевая кости, а также кистевой скелет. Могут быть сильно видоизменены у различных групп амниот или даже полностью отсутствовать. В районе крестцового отдела позвоночника и, как правило, непосредственно крепясь к нему, располагаются кости таза или тазовый пояс, подразделяющиеся на подвздошную, лобковую и седалищную кости. У некоторых амниот, например, у китообразных, таз может быть сильно редуцирован. Через вертлужную впадину к тазовому поясу крепятся кости задних конечностей, состоящие из пар бедренной, больше и малоберцовой костей, а также предплюсневого и плюсневого скелетов. У некоторых амниот, кардинально сменивших среду обитания или систему передвижения, могут быть сильно редуцированными или вообще полностью отсутствовать после рождения. Кости амниот, как правило, состоят из надкосницы, компактного и губчатого вещества. Также в длинных костях типа плечевой, локтевой, бедренной и берцовых есть костно-мозговой канал, заполненный желтым костным мозгом. У многих архозавров этот канал заполняется воздухом для облегчения массы тела. Надкосница находится на внешней стороне кости, исключая суставные части, и состоит из плотной соединительной ткани, пронизанной нервами и сосудами. Надкосница служит при костеобразовании у ювенальных особей, питании поверхностных костных слоев и восстановлении костной ткани при переломе. Под надкосницей находится компактный костный слой, складывающийся из остеонов, цилиндрических наслоений, внутри которых находится гаверсов канал, служащий тоннелем для питающих сосудов. Остеоны состоят из остеоцитов, костных клеток, которые имеют разную скорость роста, в зависимости от многих факторов, как скорость метаболизма животного, время года, температурные и погодные условия. Компактный костный слой служит отличным маркером определения возраста, стабильности температуры тела и других показателей жизни животного в палеонтологических исследованиях. Далее в глубине кости находится пористый костный слой или губчатое костное вещество, который также в большом количестве присутствует в районе костного эпифиза, или суставного расширения кости. Как правило, эпифиз полностью заполнен губчатым веществом. Суставная поверхность эпифиза выслана хрящевой тканью, под которой располагается субхондральная пластина, обладающая богатым кровотоком и скоплением нервных окончаний. Пористый костный отдел заполнен красным костным мозгом, играющим решающую роль в кровотворении у амниот. Также в нем присутствует большое количество кровеносных сосудов. В палеонтологии губчатое вещество часто служит маркером места обитания изучаемого животного. Кости соединяются между собой посредством хрящевой ткани, которая также, хоть и хуже костной, может фасилизироваться. На длинных костях даже после фасилизации, как правило, сохраняются каналы для входа и выхода сосудов, что используется в палеонтологии в качестве изучения метаболизма за счет сравнения толщины сосуда и размеров животного, что, правда, не всегда дает однозначный результат ввиду особенностей жизнедеятельности некоторых амниот. К костям с помощью сухожилий крепятся мышцы, позволяющие животному осуществлять движение. Как правило, места крепления сухожилий также хорошо сохраняются и позволяют палеонтологам восстановить форму строения мышечного аппарата по скелету. Именно благодаря этому на палео-иллюстрациях у динозавров морда обтянута кожей практически без мышц, а у немомальных синапсид нет губ и внешнего уха. Посткорниальный скелет у разных групп и даже видов амниот может как обладать полным набором всех вышеперечисленных групп костей, так и не иметь их части, утраченные в ходе эволюционной изменчивости. Эти изменения происходят во время приспособления тех или иных видов животных к новым условиям и местам обитания, а также выбранным диетическим предпочтениям и иным факторам. Как правило, эти изменения вносят большие различия в строение посткорниального скелета у разных видов амниот, что дает возможность палеонтологам определять ту или иную находку в свою таксономическую группу и присваивать ей видовую принадлежность. Также часто случается, когда животные различных видов, а иногда и принадлежащие к различным таксонам, ввиду схожих мест и условий обитания, а также занимаемой одинаковой или схожей пищевой ниши, могут быть также схожей и в строении как посткорниального скелета, так и скелета черепа. Данные сходства называют эволюционной конвергентностью и на протяжении всего времени существования палеонтологии и биологии как наук часто вводили исследователей в заблуждение, которые продуцировали допуск ошибок в эволюционной систематике и способствовали появлению пара- и полифилитических таксономических групп. Подробнее об этом можно узнать в предыдущем выпуске Ликбеза, ссылка появится на экране и будет в описании. Как говорилось выше, остатки посткорниального скелета часто позволяют определить возраст, уровень метаболизма, место обитания животного и другое. Для этого, как правило, используются два аналитических метода. Первый метод появился вместе с палеонтологией и называется сравнительным. Ввиду того знания, данного нам геологией, что окружающий мир за последние 350 миллионов лет изменился не настолько сильно, чтобы значительно повлиять на строение живых организмов, то есть, если мы берем именно амниот, то в среднем, как каменно-угольные амниоты могли бы существовать в нынешнем климатическом периоде, так и современные амниоты могли бы выжить в климате карбона, с многими оговорками, конечно, как, например, количество свободного кислорода, но все же эволюция позвоночных в целом все это время идет опираясь на примерно одинаковые факторы, из чего следует, что изменчивость тогда и сейчас также зависела от относительно одинаковых изменений в среде обитания животного. Значит, при изучении остатков вымерших амниот можно опираться на сравнение посткраниального скелета с таковым у ныне существующих животных. Данный метод дает неплохую общую картину животного мира, но не лишен изъянов, также может привести к неверным интерпретациям и ошибкам в систематике. Второй метод исследования окаменелостей костей появился сравнительно недавно с развитием технического прогресса и грубо называется минералога-геохимическим, куда входят различные способы самых разных исследований, позволяющих определить гораздо больше признаков строения костей животного и дающих ответ на большее количество вопросов, чем простое сравнение. Так, данный метод позволяет с высокой точностью определить возраст, химический, элементарный и аминокислотный состав находки, получить данные о микростроении и нано-пористости костей, костного коллагена и многое другое. Конечно, возможность данных исследований не безгранична, и чем старее находка и хуже ее сохранность, тем уменьшается и возможность для проведения исследований этого метода. Однако, с появлением методов компьютерной томографии и томографов высокого разрешения, исследования окаменелостей даже каменно-угольных амниот и получение исследований микроанатомии их костей стали реальностью и все чаще используются в палеонтологии и упоминаются в выпусках этого канала. Также, к одному из способов применения минералого-геохимического метода можно отнести гистологическое исследование. При гистологии фасилизированных костей требуется фрагмент исследуемого материала, как правило, для этих целей используют срез или керн, получаемый при бурении окаменелостей кости, а в качестве предмета исследования берут наиболее мощные кости, коими, как правило, выступают бедренные и плечевые кости, а также часто используют позвонки грудного и поясничного отделов. Гистологическое исследование окаменелостей костей амниот дает массу информации о возрасте, образе жизни, метаболизме и месте обитания животного, и наряду с исследованиями компьютерной томографии дает максимально полную из возможных на данный момент картину жизни изучаемой находки. Таким образом, современные методы исследования посткраниального скелета вымерших амниот дают нам массу информации о их существовании и значительно расширяют возможности палеонтологии как науки, позволяя подтверждать многие гипотезы о достаточно сложном биологическом строении этих животных даже среди стволовых представителей группы. А на сегодня на этом все. Надеюсь, что данный выпуск Ликбеза немного упростил понимание информации, продуцируемой вашим покорным слугой, поэтому не забудьте поставить пальцы вверх под роликом, подписывайтесь на канал, впереди еще ждет много интересного, пишите комментарии, оставляйте в них свою критику и предложения, и по возможности поддержите канал на Бусти и Патреоне, ссылки будут в описании. И, конечно же, помните о предках.